Вторную волну кибератак зафиксировали сегодня в Европе и Азии. Компьютерный вирус поразил уже 150 стран мира. Заблокировал работу компании и поставил под угрозу здоровье людей. Масштабное хакерское нападение началось в пятницу. Что же происходит и чем это грозит, расскажет Светлана Чернецкая из Великобритании. Эта кибератака беспрецедентная по своим масштабам. Ее жертвами стали сотни тысяч пользователей в 150 странах мира. В Великобритании больше всего пострадала система здравоохранения. Вирус заблокировал данные о пациентах, графике, операции и обследовании. Многие больные до сих пор не могут попасть на прием. За несколько минут оказались выведенными из строя сотни компьютеров. Стоит лишь на одной машине открыть электронное письмо с так называемым трояном, как тут же заражается вся внутренняя сеть. Программа шифрует все файлы и обещает вернуть доступ к ним за вознаграждение в 300 долларов. Нас беспокоило, что сектор здравоохранения во многих странах особенно уязвим. Там хранится множество конфиденциальных данных, очень часто в устаревших системах. И мы настоятельно советовали обновлять компьютерное обеспечение. Во Франции не работает завод Рено. В России пострадали компьютеры Министерства внутренних дел. В Германии железная дорога, в Испании мобильный оператор. В Китае университеты, а в Южной Корее сбои в работе сети кинотеатров. Кибератаку случайно удалось остановить 22-летнему британскому айтишнику. Он заинтересовался работой вируса и в ходе исследования неожиданно прервал его распространение. Правда, ненадолго. Хакеры уже обновили программу-вымогатель. Чаще всего вирусы такого типа – это уголовное преступление. Люди просто зарабатывают деньги. И пока нет оснований предполагать, что это атака какого-то государства. Думаю, преступники сами не ожидали такого успеха в плане масштаба. Кто же стоит за кибератакой? Это пытается установить команда экспертов. А полиция только и ждет, когда же хакеры заберут деньги, заплаченные как выкуп, некоторыми жертвами. Правоохранительные органы наблюдают за тремя счетами, куда жертвам сказали отправлять цифровую валюту – биткоины. Учитывая масштабы нападения, выкуп заплатили немногие. Хакеры заработали 42 тысячи долларов. Но забирать их не спешат, чтобы не попасться. Вирус WannaCry в переводе «хочу рыдать» уникален в смысле скорости распространения. Он угрожает всем пользователям систем Windows, не установившим последние обновления, устраняющие прорехи в безопасности. Убытки после кибератак еще не подсчитаны, ведь до сих пор непонятно, удастся ли восстановить все зашифрованные файлы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...